В январском гимнике столичного меломана одна неделя отмечена особо, это крещенская неделя в новой опере. Уникальный в своем роде фестиваль одного театра, приуроченный ко дню рождения его основателя, дирижера Евгения Колобова, задумывался как встреча единомышленников, одного из реформаторов российской оперной сцены. С марта минувшего года в дружеский круг входит и британский маэстро Ян Латом Кёник. Новый худрук театра намерен постепенно, но неуклонно обновлять репертуар, делая ставку на малоизвестные в России шедевры. В сегодняшней премьере готовится именно такое сочинение. Оперу Жюль Масной Таис представят в концертном исполнении. Ян Латом Кёник дважды дирижировал этой оперой. Третью, не менее долгожданную встречу с Таис, теперь уже на сцене театра новая опера. Называет большой и, главное, редкой удачей, созданная по одноименному роману Анатолия Франца. Эта опера редко попадает в репертуар театров, произведение сложное, требующее виртуозного исполнения. Для меня Таис одна из важнейших опер 19 века. Я бы сказал, она очень французская. Невероятная мелодичность и гармоничность рождается благодаря многочисленным нюансам. Я не знаю другой такой нации, которая бы так эффективно сочетала такие динамические оттенки, как пиано и пианиссимо. Этот музыкальный материал требует крайне бережного ношения. Но главная сложность для тех, кто осмелился взяться за это произведение, это найти ее, исполнительницу главной партии, святой Таис Египетской. Куртизанке, отказавшейся от всех благ материальной жизни и ставшей затворницей, три года не желавшей покидать стен монастыря. Увидев и услышав Соню Ёнчеву, обладательницу сопрано, победительницу конкурса «Опералия» в Ласкало в 2010-м, Ян Латам Кёниг, понял, перед ним та самая Таис, которую он все это время искал. Очень сложная партия для сопрано, много высоких и низких нот. Мироощущение моей героини постоянно меняется, от легкого фривольного к глубокому драматичному. Мне пришлось проделать большую внутреннюю работу, задавать и самой же отвечать на волнующие мою героиню вопросы. Соня, это вообще феноменальный голос. Я с такими певицами никогда в жизни не пел. Это просто потрясающий такой опыт для меня. Услышать, увидеть и восхититься. Таис на сцене новой оперы можно будет только один вечер, но Кёниг надеется, что концертным исполнением дело не ограничится. И уже в следующем сезоне опера, которую называют экзотическим цветком французского модерна, будет представлена в полноценной сценической версии. Станислав Дуре, Дмитрий Котов, Новости культуры.